доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием страховка партнера написана статья в понедельник 26 июля 2021 года итак начинаю а начиная ребята со стандартного обращения к вам если ролик вам понравится ставьте лайки очень прошу вас не стесняться и высказываться в комментариях по поводу услышанного и увиденного от лайков и ваших комментариев зависит уровень выдачи ролика поисковыми роботами youtube а это означает что все больше любителей футбола и профессионалов смогут ознакомиться с содержанием ролика и канала в целом также буду признателен если поддержите канал в меру своих возможностей необходимая информация под каждым видео а теперь по теме подписчик канала рогалик поклонник донецкого шахтера насколько я понял по аватарке попросил меня раскрыть тему страховки в футболе речь пойдет о страховке партнера дело в том что есть такое понятие как командная страховка но такого понятия вы не найдете нигде почему вопрос не ко мне не моя вина в том что современные футбольные спецы думают меньше нежели могли бы но оставим в покое рулевых современного тренерского творчества вернусь к теме и начну с вопроса что такое страховка партнера опытного защитника страховать глупо тем более если ему противостоит молодой малоопытный нападающий о страховке есть смысл говорит тогда когда соперник может потенциально создать численное преимущество скажем на фланге с последующим прорывом обороны когда возникает риск создания численного преимущества скажем два против одного защитника необходимо учитывать в зависимости от ситуации что существует два вида страховки персональная страховка партнера от возможности его индивидуального обыгрыша и страховка партнера от его обыгрыша с помощью банальной стенки кто-то меня обвинял в дилетантстве так как я высмеивал атаку футболиста с мячом сразу тремя игроками или даже четырьмя знаете какие аргументы в пользу колхозного отбора приводили мои оппоненты это то что подобное действие позволяли себе игроки команды гвардиолы вам все ясно или нет великих не критикуют если мол хасеп своей команде позволяет подобное значит это глубоко и непостижимо для таких как я в моей команде это было бы невозможно по определению хотя бы потому что мои воспитанники не позволяли бы себе такое поверхностное понимание футбола знаете почему такие колхозные выходки супер элитных команд когда одного атакуют сразу трое или четверо остаются безнаказанными потому что технический арсенал команды владеющие мячом оставляет желать лучшего обращаясь к своим оппонентам уважаемые господа оппоненты вы понимаете что когда одного атакует четверо то это добровольный уход троих футболистов из зоны своей амплуальной ответственности вы это понимаете или для вас это высшая математика ваши контраргументы типа хорошей физической формы футболистов и быстрого возвращения в зону своей амплуальной ответственности не выдерживает никакой критики по причине того что мяч летит быстрее нежели бежит футболист если и эта мысль для вас непосильна то тогда наш потенциальный спор или дискуссию можно заканчивать прямо сейчас а портрет гвардиолы или других великих в кавычках тренеров нашей эпохи рекомендую взять в рамочку и поставить на самом почетном месте вашем доме чтобы вы никогда не допускали даже мысли о возможных ошибках ваших кумиров выделяющихся из армии футбольных тренеров страховка партнера сразу двумя или даже тремя партнерами это не страховка а шокирующая глупость нюансы страховки партнера от потенциальной обводки озвучу вкратце акцентируя внимание на самом главном когда вы страхуете партнера то должны понимать что ключ к эффективной страховке это расстояние до партнера если вы страхуете партнера находясь от него сзади в четырех метрах то считаете что вы не страхуете а уже играете сами против соперника с мячом так как опытный нападающий легко обойдет менее опытного защитника имея за ним пространство в четыре метра нападу будет достаточно после ложных выпадов сделать небольшой проброс мяча чуть меньше двух метров чтобы спровоцировать вас на выбрасывание и если это произойдет то ему достаточно будет протолкнуть мяч мимо ваших ног оставив позади и вас и того кого вы пытались так не умело страховать запомните если вы страхуете своего партнера то знайте что максимальное расстояние от объекта страховки не должно превышать два с половиной метра а идеальный вариант это два метра такую страховку никакой мастер не проломит какой бы он техничный не был да такая страховка от индивидуального прорыва супер эффективна но она выполняет строго определенную функцию страховать от стенки или других наработок с привлечением других партнеров соперника такая страховка не в состоянии говорить о других видах страховки я не буду так как это уже проникновение многоуровневый коллективный отбор где они являются частным случаем такого многосложного командного технического элемента да да не удивляйтесь тому что я говорю о командном техническом элементе технический арсенал есть не только у отдельно взятых футболистов он есть еще и у команды но об этом очень редко говорят я уже посвящал теме коллективного отбора один из своих роликов при необходимости если получу просьбу еще раз остановиться на этой теме то сделаю это с удовольствием закончу эту тему несколькими соображениями как блокировать возможный прорыв соперника с помощью стенки самый простой способ закрыть соперника который потенциально может выполнить роль стенки а что делать если не успеваешь перекрыть этого соперника тогда остается взять под контроль ту точку в которой может оказаться мяч после розыгрыша стенки другими словами игрок который решил сыграть стенку делает передачу и ожидает ответный пас в одно касание вот ту самую точку футбольного поля куда может быть послан мяч после передачи в одно касание нужно и брать под контроль есть еще один вид страховки партнера на этом уже точно закончу эту тему это страховка возможной ошибки при приеме мяча представьте что вашему партнеру идет верховая передача в штрафную соперника вы находитесь в нескольких метрах и чуть сзади мяч подлетает к партнеру тот выпрыгивает и что и неожиданно промахивается вы делаете рывок к траектории полета мяча но не успеваете вам знакома такая ситуация я подобное наблюдал сотни а может быть и тысячи раз как можно здесь подстраховать партнера очень просто представьте что партнера на пути полета мяча нет и тогда подстраивайтесь под траекторию полета мяча так будто сами намереваетесь ударить поворотом и если партнер не промахнется то слава богу как говорится а если все же промахнется то вы возьмете на себя его намерение ударить и осуществите этот удар аналогично и с низовым пасом если вы видите что партнер идет жесткая передача а вы находитесь в стороне и чуть сзади или даже чуть спереди траектории полета мяча сделайте небольшой маневр чтобы оказаться максимально близко к линии полета мяча чтобы в случае если партнер промахнется по мячу что иногда бывает подстраховать его своим маневром и принять мяч ваши действия принесут пользу команде так как мяч останется в ногах ее игроков есть еще одна мысль которая заслуживает внимания это усталость партнера и его игра с легкой травмой если ты как его партнер будешь ему уделять больше внимания своей возможной подстраховкой более активным предложением себя на свободном месте с целью облегчения ему принятия решения то этим самым покажешь пример командного духа и командной взаимовыручки даже если партнера атакует более слабый соперник то с учетом усталости партнера или его игры с легкой травмой не сочти за труд подстраховать его если ты видишь что партнер должен выйти в центр свободной зоны для связи атакующих действий партнеров а он этого не успевает делать из-за усталости или понижения подвижности из-за полученной травмы то сделай это вместо него а когда выполнишь свою функцию на этом месте можешь вернуться в зону своей эмплуальной ответственности так и только так нужно играть в футболе а не думать только о своих личных задачах вот теперь все пока подписывайтесь на канал жмите на колокольчик впереди еще очень много интересного неожиданного и эксклюзивного